итак ну что ж мы вам начинать наш сегодняшний семинар называется он выпадающей списке в базах данных microsoft access я завел в андрей николаевич буду как раз проводить у вас этот семинар и расскажу поподробнее о том что это такое ну а собственно со мной можно пообщаться очно встретиться на наших занятиях по курсам microsoft excel макро а база данных microsoft access так как это мое основное направление в центре специалист что конкретно сегодня хотелось бы разобрать на нашем семинаре это мы обсудим с вами вопрос каким образом в базах данных access можно создавать самые разнообразные выпадающие списки как в таблицах так и в экранных формах и и использовать это потом для заполнения данных хранящихся дальнейшем таблицах я буду рассказывать здесь и простые приемы и более сложные но рассматривается более подробно это у нас и на начальном курсе access первый уровень и на самом заключительном курсе access третий уровень по но если кому-то эта тема будет интересно в дальнейшем то просто знаете это можно освоить изучить поподробнее ну а те кто с этим немного знаком значит будет какой-то еще дополнительное закрепление материала посмотрите насколько это будет вам интересно тема который нам предстоит рассмотреть сегодня это следующий во первых мы посмотрим каким образом создаются выпадающие списки для заполнения данных в таблицах в базах данных access для этого есть очень простые эффективные средства то есть можно это сделать буквально в пошаговом режиме мастером также мы посмотрим как подобные вещи создаются формах там рассмотрим это на примерах нескольких вариантов и попроще и посложнее ну наконец рассмотрим третий вариант зависимые выпадающие списки в форме таблицах такая вещь не существует но формах может сделать действительно интересное решение нестандартное по но там потребуется помощь небольшого макроса чтобы это действительно окончательно заработала но пусть вас это не пугает макрос там действительно будет несложный и мы реально даже с нуля кто первый раз вид спокойно в этом разберемся основной вопрос который у нас в этом семинаре это как в базе данных access создавать поля с выпадающими списками так называемая она поля подстановки еще их называют для того чтобы организовать ввод данных и вот эти поля со списком различные сложности мы как раз и будем рассматривать мы начнем тогда последовательно по порядку с выпадающих списков для заполнения данных таблицах мы тут посмотрим как создавать поля со списком в таблице с помощью мастера подстановок как использовать поля подстановки для ввода данных и какие настройки свойствам а можно сделать для этого я буду использовать базу данных формата access 2007 версии у меня на компьютере а скорее всего или 13 или 17 access но это файлы которые он прислал совместимы с 2007 версии и 10 в том числе файлик сейчас я открою он у вас аналогично есть называется упражнение ну если вы у меня скачали покажу что там конкретно и так если этот предупреждение систем безопасно нужно включить содержимое потому что нам предстоит еще работать с макросами а для них это будет актуально и я покажу что у нас входит состав данного файлика тут в этой базе данных я взял несколько таблиц возможно не все нам потребуется ну а вот те таблицы что есть выглядит следующим образом есть табличка с регионами как видите я взял не все регионы россии а только они большую выборку слишком было много у меня в списках данных есть табличка города опять-таки только самые крупные города и опять-таки не всех регионов страны но 500 с лишним городу здесь меня прописано но есть совсем маленькие таблички тестовые вот с какими-то сотрудниками здесь произвольно или с какими-то поставщиками тоже практически не заполненные данными это для упражнения начну я следующего момента а у меня есть таблица регионы я бы хотел в этой таблице добавить дополнительную информацию например регион которую здесь нету вот москва есть санкт-петербург есть тюменская область есть нет скажем какой-нибудь еще области но если присмотреться вот ленинградской области нет я вижу как сюда это добавить но в этом случае если я хочу добавлять эти данные я вынужден буду ввести код уточнить какой там код регионного этого дальше слишком большое значение поменьше ввести здесь название региона и здесь написать название сокращенно республика край область или город город нас москва санкт-петербург и севастополь других вариантов вроде бы пока нету а соответственно а вот областей много республики тоже здесь далеко не все перечислены что хотелось бы сделать хотелось бы сделать здесь для того чтобы эти данные не печатать повторно какой-то выпадающий список в отличие от excel если я сейчас начну писать слово область меня подсказка не появляется хотя это значение ранее здесь встречалось как в этом случае быть это я как раз и собираюсь показывать в базах данных access таблицы можно использовать двух режимах первый это режим пользователя который работает с видит информацию вводит изменения заполняет новые данные другой режим для настройки работы этой таблицы режим разработчика режим конструктора так называемый включаются для тех кто не в курсе на вкладке главная кнопка режим или нижний правый угол прямо противоположный угол кнопочка конструктор вот такой значок так вот в режиме конструктора у меня здесь видно что состоит таблица из трех полей код региона числовой регион короткий текст и сокращение тоже короткий текст вот это сокращение я и собираюсь сделать выпадающий список как раз то что мы будем делать это у меня называется создание поля со списком в таблице с помощью мастера подстановок воспользуюсь очень несложной командой для поля сокращения там где написан тип данных короткий текст открываю выпадающий список и нахожу команду под названием мастер подстановок эта команда запускает пошаговый мастер который предложит мне сделать список и будет спрашивать откуда для него брать значение значение которое он планируется а нам использовать я давайте где-то отдельно здесь подготовлю а но просто чтобы вам было на что ориентироваться какую-то табличку небольшую так где бы мне в чем и запустить но давайте блокнуть вот у меня блокноте маленькая шпаргалочка будет какие сокращения нам необходимы а сокращение там есть переключусь обратно вот в этот режим сокращение меня следующее это республика хорошо вам копируйте это не нужно я просто чтобы для просмотра перед глазами было видно здесь это островик наши края встречаются у нас название затем встречается область ну и еще город одну вкг там есть еще какие-то сокращение типа автономный округ а о возможно но я не знаю пока не буду добавлять я то что тот список который мы сейчас будем создавать можно сделать без ограничений и добавлять него дополнительные пункты потом если понадобится двигаясь дальше возвращаясь обратно в тот самый режим конструктора откуда уходил запускаю наконец-то этот мастер подстановок и он не задает вопросы откуда подставлять данные для этого поля у меня таблицы для этого специально нету я ее не заводил таблицу сокращений я хочу ввести фиксированный набор значений так как у нас вариантов различных а здесь немного они ограничены и можно даже вообще ввести один раз полностью все их и зафиксировать то это фиксированный набор значений очень подходящий вариант выбираю его идут далее и вот тут как раз я эти названия могу напечатать вручную но если у меня здесь есть это готовое то я даже мог бы это скопировать из того же блокнота попробовать а сюда вставить до вставляется ну а вы соответственно вручную может напечатать эти несколько названий что дальше дальше я следующий шаг иду далее вижу два вопроса нужно ли ограничиваться списком вот как раз вариант когда можно разрешить дополнительные варианты которых не было добавлять самостоятельно позже или все-таки и список фиксируй рвана списком я не буду сейчас ограничиваться а вот разрешить несколько значений здесь совсем ни к чему то что не может быть меня москва сразу и городом и областью и республикой поэтому здесь вариант однозначный выбор обе галочки не трогаем жима готова что получилось теперь сохранив эти изменения переключаясь в режим таблицы назад или кнопочка режим здесь или в нижнем правом углу и наблюдаю такую картину в поле сокращения у меня появился выпадающий список со всеми этими названиями которые перечислил если я хочу добавить сюда дополнительный регион теперь это делать будет гораздо проще ну например действительно я хочу добавить скажем вот такой вот ленинградскую область как это будет выглядеть очень просто ленинградская область 47 регион название ленинградская а сокращение к этому названию тип эта область а спешу здесь сорок седьмой регион ленинградская а область можете список раскрывать можете одну букву он написать вот она из списка подставляется что интересно создав такую подстановку здесь в таблице мы ее будем дальнейшем при использовании этой табличке в других местах запросах в отчетах туда автоматом переносить с этой настройки у нас там будет такой же выпадающий список теперь следующее я попробую использовать эту подстановку для заполнения данных у меня получилось но есть одно но я сделал этот список неограниченным а теперь могу пожалеть об этом что напиши я вот такое что-нибудь программа не это сохраняет не добавил список но сохраняет как новое значение это будет приводить к ненужным ошибкам при заполнении данных какому-то мусору я хочу список сделать ограниченным но уже после того как его создал как это делается это как раз мы с вами посмотрим настройки свойств поля подстановки в самой таблице сделать это можно так переключаясь в обратно режим конструктора это что я делал мастером можно найти все настройки вот здесь в нижней части свойств поля на закладке подстановка переключаясь сюда вот он список источник строк в котором перечислены все мои названия закавычные как текст а вот если дальше посмотреть поэтому перечню свойств у меня здесь есть свойство под названием ограничиться списка это свойство я теперь передумал и решил включить да ограничиться списка остальные настройки при этом не трогаю не менее какой эффект это дает сейчас я сохраню изменения совсем закрыт табличку при следующем открытии таблицы у меня здесь список сохранился такой же как был а куда то пропал ленинградская область но я вам подскажу тут автоматически произошла сортировка по коду региона она попала в сорок седьмую строчку отсюда они в самом конце осталось все на на своем месте по порядку если хотите можете сделать тут потом и сортировочку алфавиту как угодно но стандартная сортировка здесь по первому столцу по вот этому коду ну а дальше у меня там что происходит дальше у меня следующее если я попытаюсь теперь что-то написать чего нету списке программ не не дает это сохранить вот это вот такое предупреждение стандартное все либо выбирать то что есть либо мы ограничиваем этот список вот такая вот ситуация отлично но собственно пожалуйста мы с вами получили такую возможность такую постановочку сделали работы на я думаю есть очень хорошо что ж тогда могу показать еще раз аналогичную постановку но для например другой какой-нибудь таблицы пока это будет у меня скажем таблица с сотрудниками что можно сделать такого для сотрудников чтобы это был фиксированным списком ну например у сотрудников здесь есть имя фамилия но непонятно кто из них мужчина кто женщина особенности иностранные фамилии встречается хочу добавить дополнительно поле пол сотрудник без проблем захожу в конструктор этой таблицы добавляю новую строчку ну давайте в начале вот здесь добавляю поле пол и затем выбираю аналогично для него мастер подстановок это будет также фиксированный набор значений напишу я здесь но я не буду полностью писать мужчина женщина муж жен два варианта и далее тут сразу хочу ограничиться списком не разрешая нескольких значений готова смотрю на закладку подстановка вот мне мастер заполнил то что я попросил включил ограничиться списком но зачем-то еще включил настройка разрешить изменение списка значений это ни к чему это значит что у меня кроме мужчина женщина будет предлагаться остальные варианты добавить дополнить список то есть он будет ограниченным но не фиксированным двумя вот этими вариантами названий хотите его ограничить максимально эту настройку тоже я выключаю вот собственно две настройки которые после работы мастера может потребоваться менять или ограничиться списком включаем выключаем или чего-то настройка разрешить изменения списка значений есть а теперь сохранился перешел вот в этот режим и смотрю у меня тут пусто в новом столбце но я могу выбрать что это женщина а это например мужчина причем выбирайте это можно мышкой щелка можно написав буквально одну буквку то что первая буква м или первая буква же у нас написать что-то еще это не сохраняется пожалуйста не могу сохранить ничего escape и вводите правильный вариант там женский пол это мы сделали таблицах получается нам очень хорошо то есть это у нас как раз не сложно было сделать но я выбрал самый простой вариант подстановка для таблиц когда у нас действительно фиксированный список значений хорошо если это понятно то идем далее а то что у меня уже было сделано она у меня на следующий шаге пригодится вы увидите как это будет задействовано закрою пока таблицы и следующий слайд теперь мы обсудим вопрос следующего плана как а можно сделать подстановку более сложную когда в ней нужно использовать данные из других таблиц в этом случае нам необходимо вначале спланировать связи между табличками установить их явным образом в специальном окошке схема данных и тогда после этого у нас это будет использоваться уже более осмысленно на следующих этапах для создания таких выпадающих списков уже будет понятно что вот этот вот код имеет расшифровку вот в такой-то таблице объясню это на конкретном примере и сразу попробуем сделать в начале связи а потом уже это задействовать дальнейшем формах значит можно и в таблицах но формах это будет просто несколько поаккуратнее получаться на смотри о чем идет речь вот у меня здесь есть таблица регионы которые мы уже видели и для нее создали подстановочку в которой от региона это уникальное значение не повторяющие в базах данных это называется первичный ключ то есть я не могу например здесь ввести какой-то регион с тем кодом который ранее встречался москва еще раз но по другому названное не сохраняется код у меня проверяется на уникальность отлично кроме того этот код нельзя оставить пустым это тоже проверяется как обязательное поле потому что ключевое поле это всегда уникальный заполненный код на который можно давать ссылки в других таблицах код на этот код у меня действительно есть ссылки посмотрите я открываю табличку города мне здесь много названия различных городов но этим назовем она идем какой-нибудь город но на например не знаю вот она по мне попался вот она по у меня здесь имеет в условных обозначениях код региона 23 а что это за регион ты открываю табличку регионы смотрю 23 это нас краснодарский край хорошо а если я найду например 50 регион московской области таблица города такой есть а можно посмотреть фильтр например включить какой-нибудь до 25 регион это города подмосковье знакомое название ближайшие города и подальше расположены пожалуйста у нас здесь есть знаете хорошо отключу фильтр так вот получается интересная вещь в одном регионе у может быть множество городов каждый город привязан строго к своему одному региону это у нас по теории баз данных связь один ко многим один регион и много городов одна запись в главной таблице регионы связана со многими записями в подчиненной таблице города то есть ход региона который я вижу в таблице города имеет однозначную расшифровку таблицы регионы вот как это сделать чтобы компьютер сам об этом знал как это описать явным образом у нас базе данных ну во первых для этого надо закрыть наши окошки таблиц и зайти вот в такое окно на вкладке работа с базами данных это кнопочка схемы данных захожу сюда добавляю сюда эти две таблички регионы и города и соединяю их между собой таким образом чтобы объединить одинаковые значения которые как раз упоминаются в этих табличках код региона таблицы региона который отмечен как уникальный ключ и код региона который ссылается на этот ключевое поле таблицы города упоминается я беру линии связи вот так соединяю опускаю кнопочку мыши и включая дополнительную настройку обеспечения целостности везде по возможности где-то получается но если нет то без этой галочки включая вот такая получилась связь которая говорит о том что у нас не просто здесь один регион а тут многие города к нему призна но это что у меня нету ошибочных кодов регионов больше кстати говоря и не будет в дальнейшем если теперь вот эту схему данных зафиксирую таком виде и закрыть смотри что получил я теперь таблицы города я не могу вести неизвестно какой регион 99 регион который у меня не числится в списках программа отказывается его сохранять второй момент я не могу я могу в таблице с регионами видите любопытную вещь появились плюсики регион краснодарский край открывай плюсик вот города краснодарского края регион московской области и вот города московской области не вся таблица городов а только из нее выборка это нам будет полезно на следующих шагах когда мы будем организовать поиск нашли регион и по нему видим фильтр какие-то города относящиеся к этому региону а это город москва регион федерального значения и это входящие у него города новой москвы пожалуйста ну и собственно так далее самарская область пермский край и тому подобное настройка такая есть еще раз напомню покажу где это находится работа с базами данных схема данных вот тут установлена такая связь очень хорошо подобная связь нам еще будет нужно сделать под меня к этому вернусь повторно в моем рассказе вот на теперь я хочу собственно пойти а нет а чем возвращаться давайте сразу может быть и запланируем какие-то вещи да пожалуй хочу запланировать еще одну подобную связь это пускай у меня будет таблица сотрудниками здесь упоминаться у сотрудников я хотя бы указать информацию что они привязаны к какому-то региону или нет дать не к региону сотрудник у меня из какого-то города то есть он живет в этом городе или он родился в этом городе или еще что-нибудь такое когда сделать сейчас пока никак я то что сотрудники с городами у меня не связано так как я этого заранее не планировал а поэтому я рано добавил эту табличку закрою схему данных действительно мне для сотрудников потребуется в режиме конструктора добавить дополнительное поле назову его код города тип данных мне должен быть числовой такой же как у города вот здесь таблица города это числовой код числовое поле значение по умолчанию который предлагается здесь 0 я сотру и это поле изначально будет не заполнено все сотрудников да есть где-то там информация о городе хотите ее можно добавить поближе переместите в начало там где поле пол было вот рядышком будет располагаться но эта информация пока неизвестная буду заполнять позже для заполнения города я хочу вначале установить связь этого поле с городами а потом форме мы с вами настроим соответственно выпадающий список для это случая что ж я так и поступлю иду закрыв все таблицы в схему данных здесь табличка сотрудники добавляю ее сюда и соединяю код города в таблице города и код города в таблице сотрудники просто провожу линию связи включая галочку проверка целостности это удалось сделать вот такая вещь вот убедитесь что у вас подобная схема получилось мы ее планировали здесь получили уже явным образом так отлично тогда на уровне таблиц все что я хотел я сделал эту схема окончательно то что мне хотелось настроить для табличек тогда это окошко можно закрывать если кто-то параллельно со мной это проделал то посмотрите что у вас здесь все получилось так теперь закрывают окно и перехожу к следующему шагу я хочу попробовать создать выпадающие списке для заполнения данных формах для этой цели я попробую несколько вариантов во первых создать какую-то экранную форму мастером форм для таблицы в которой уже есть готовая подстановка если там есть такой выпадающий список мастер форм тоже его автоматом таким же сделать сразу в этой форме поэтому там все будет буквально занимать несколько щелчков мыши второй вариант я попробую добавить поле со списком уже существующую форму и попробую это сделать разными способами то есть фиксированный набор значений или данные из другой таблицы когда сделать это надо показывать уже конкретно на какой-то форме мы и будем рассматривать ну и создавая такие поля со списком нам нужно будет обратить внимание на некоторых основные свойства потому что там настроек несколько больше чем у нас было в таблице то есть этот момент а мы еще здесь рассмотрим уточнили хорошо начну создание экранной формы мастером для какой таблички я хотел бы это сделать давайте это будет у меня вот такая вот вещь таблица с нашими регионами табличка регионы а в ней у меня есть поле подстановки от создавая форму я получу точно такой же выпадающий список с аналогичными настройками то что мы видели в режиме конструктора для подстановки здесь будет наследоваться копироваться форму в будущем создаю эту форму самым простейшим способом вот таким образом захожу на вкладку создания а заранее выбрал и выделил таблицу регионы она у меня подсвечивается и нахожу здесь другие формы несколько элементов щелк получается новая форма регионы в которой видно хорошо сразу вот они такие же абсолютно выпадающие списки я могу только изменить немножко их размер чтобы они были поаккуратнее и сохранив вот эту вот формочку потом попробовать не работать может и форматом заниматься изменять внешний вид но я оставлю так вот примерно все как есть напишу что у меня форма регионы при закрытии этой формы сейчас я буду красаве закрывать я дам ей название можно просто регионы можно форма регионы давайте форма регион открываю эту форму теперь списке форм двойным щелчком пожалуйста те же самые подстановки точно так же я могу говорит что это край или республика но точно также я не могу написать и сохранить того чего нет списке в чем разница и этого списка с тем который я видел вам таблицы только в том что в форме этот список у меня ссылается на таблицу и привязан к ее содержимому ну а можно форме сделайте список который не будет связан с таблицей тогда это уже не будет никуда сохраняться по окончании работы при закрытии этой форме здесь пожалуйста сделаем москву она при республикой закрыл форму встречи раз открываю вижу что это изменение зафиксировано потому что это попало в табличку с данными наверно назад москвы это город всем окей хорошо вторую формочку я сделаю чуть чуть по другому я хочу сделать форму для городов вот такую мастером форм делаю такую форму и у меня получается следующее создание мастер форм использую кнопка мастер форм выбираете начале таблицу из имеющихся наличие таблица города выбираем и добавляем из нее все поля в том числе я добавлю и код региона иду далее выбираю форму в один столбец я хочу видеть на экране только один город без всяких дополнительных там сведений и далее форму под названием города будет создана на тем за у форма грн готова дальше некуда идти готова вот что мне сделал мастер но у меня мало данных поэтому на большом мониторе это странно смотрится но у меня получилась форма показывающий один город внизу я могу переходить ко второму третьему и так далее работать с каждым по отдельности но код региона который я здесь вижу он отображается просто в виде циферки хотелось бы увидеть как название то есть открывать какой-то список или там вместо кода сразу название региона вот это вот то что я собираюсь добавить это будет нужно добавлять уже самостоятельно пока у нас автоматически программа этого не сделал вот эту форму которая создала сейчас я собираюсь попробовать вам добавить элемент управления поле со списком для этого нужно будет поработать с формой в режиме конструктора так хорошо как это делается но для форм у нас аналогично есть как минимум два режима работы первый режим который как раз двойным щелчком позволяет менять данные вот я редактирую здесь что-то какую-то информацию это из форма попадает в рабочую таблицу там сохраняется другой режим конструктор можно открыть так по форме права щелчок команда конструктор или уже открытая форма в нижнем правом углу кнопочка конструктор перехожу сюда наблюдаю вот такую картину форма в которой у меня соответственно есть поля под данные есть к ним пояснительные надписи какой-то заголовок которое можно форматировать раскрашивать там в разные цвета радуги пускай поярче будет вот такой цвет какой-нибудь использован и сюда можно добавить что-то свое дополнительно вот я хочу как раз сюда добавить дополнительный элемент управления как это сделать здесь возможно следующие варианты я могу воспользоваться вот такой вот возможно беру вкладочку конструктор и на ней нахожу элементы управления группу кнопок достаточно большую в которой есть элемент под названием поле со списком посмотрите повнимательно где он находится я нахожу в конструкторе форма нахожу в конструкторе вкладку конструктор и здесь левее элемент управления поле со списка не перепутать похоже есть элемент список он создается примерно аналогичным образом но там у меня будет внешний вид одной это список не выпадающий а постоянно открытый на экране занимающий много места на элемент именно поле со списка выбрал его рисую здесь под него окошечко и у меня запускается мастер создающий такие поля со списка причем если я выберу у этого мастера второй вариант то у меня будет фиксированный набор значений и далее мне предложат вручную заполнять эти значения не напоминает ли вам это то что мы делали в таблицах поле с фиксированным перечнем мужчина женщина там и так далее мне этот вариант не нужен иду назад гранит мой вариант это ссылка на таблицу с названиями регионов она слишком большая чтобы печатать вручную и главное она у меня уже есть поэтому выбирается вариант поле со списком получи значение из другой таблицы после этого я иду далее указываю таблицу регионы иду еще далее смотрю что мне нужно а мне нужно обязательно код региона название региона ну и можно и сокращение тоже рядышком вывести уж не будет вывожу все три поля иду дальше мне говорят а как вы хотите сортировать список регионов стандартная сортировка по коду я могу сделать алфавитный список по названием регионов если мне так удобнее а можно сделать еще хитрее отсортировать в начале по сокращению республика край область а второй уровень уже сортировать по региону вот тут возможны варианты но дайте я просто по региону отсортирую есть такой вариант нам хотя нет может быть действительно вначале по сокращению а потом по названию региона попробую это будет видно как выглядит на следующем шаге иду далее и мне программа говорит давайте мы ключевой столбец с кодом региона скроем и покажем сразу регион и сокращение вот в таком порядке чем если посмотреть на при республику мне идет по алфавиту ваш картостан карелия татарстан то же самое с городами алфавитный список область архангельская вагар волгоградская воронежской и так далее окей ладно мне так нравится иду далее и вот это вот дополнительный вопрос который не возникает когда делаешь подобное поле со списком в таблицах форме я могу не сохранять это значение в таблицу это будет вариант запомнить значение просто для формы мы не для таблицы если сохранить в поле этого вы указать и в каком поле в таблице города сохраняется код региона поле под региона но я собственно именно так хочу и далее подпись здесь я напишу просто регион так как код у меня скрыт я буду видеть название региона в этом окошечке она получилась я здесь могу подровнять расположить на экране аналогичным образом и посмотрите что будет теперь я сохраню закрою эту форму открою с нуля форма города просто город уфа башкортостан дальше опять он же тот же самый регион но это потому что у меня города все атаки а давайте я найду какой-то город там тула есть у меня тулун есть а тула нету неважно но тулун в арскутском регионе а например что там не еще есть какие-то города забыл я уже вот но лучше таблицу города открыть они лучше ориентироваться а город казань например прошу еще в поиске казань регион татарстан что интересно при заполнении новых городов мне будет очень просто это делать мы с вами добавили ленинградской области в этом регионе напомню у нас сорок седьмой нету ни одного города пока хочу добавить города ленинградской области предположим новая запись вот тут кнопочка новая пустая запись это будет город тихвин пишу тихвин код его покладываю я честно говоря не знаю но это не обязательно информация можно пропустить код региона мы помним его ну ладно хорошо напишем 47 есть да а предположим я бы не помнил код региона добавляю еще один город скажем волков тоже ленинградская область и говорю код региона не помню еще в списке могу написать просто слова ленинградская область мне этот код подставляет и сохранять таблицу именно числовое значение хотя реально форме я вижу и числовое значение и соответствующему текстовая вот таком-то раскрывающийся списке чем это удобно если у меня таблица регионов пополняется это список автоматически тоже пополняется какой мне еще отсутствует здесь регион какая область здесь не указано добавьте ее в таблицу регионы здесь это появится сама автоматически после обновления вот такая штука хорошо с этим кажется мы разобрались на данном примере посмотрели ну а теперь я хочу попробовать это сделать в другой таблице в таблице форме извините форме сотрудники ради посмотрю как это будет выглядеть в форме сотрудники я открою ее она была готова и я вам а сразу прислал там у меня есть вот такие данные код сотрудника фамилия имя но в таблице данных больше я позже в таблицу сотрудники добавил вместе с вами поле пол с выпадающим списками и поле город которым еще никаких списков не организовано вот я хочу сделать так что во поле пол у меня с выпадающим списком такой же появилась форме а потом еще аналогичное сделать и поле код города тоже чтобы было легко заполнять не в таблицах а прямо на месте в форме смотрите как это делать переключаюсь в режим конструктора и вот я могу поле пол добавить как сейчас показывал используя элемент поле со списком мышкой щелкнуть идти далее все заполнять но я уже проделал эту работу один раз есть способ проще нам для этого нужен вот этот вот список полей я хочу форму сотрудники добавить дополнительное одно или два поле со списком если такое уже сделано было в исходной таблице то переходе в конструктор формы нажимаете здесь кнопочку добавить поля чтобы открыться список полей есть тут поле пол да потому что это список того что есть в таблице привязанных данной форме хотите его добавить форму пожалуйста взяли и перетащили сюда но почему-то это поле получилось сразу со списком например должность или фамилия не получаются такие списки а именно из-за того что это у нас и в таблице выглядит аналогично но все с этим полем пол у меня уже все закончено остается только заниматься его внешним видом располагать его где-то где мне удобно но например сместив вот эти поля чуть пониже а это подставил вот сюда рядом с именем и фамилии пробую как-то работает переключаясь отсюда в режим таблицы а режим из-за эти формы от сохранить только пожалуйста мужчина или женщина или а других вариантов нет только мужчина или женщина это для первого сотрудника это для второго сотрудника работает заполнил это форме закрыл открыл табличку с сотрудниками вот у меня эти два человека которые были в начале уже имеют данные мужчина женщина это в таблицу хорошо вот такое мы сделали с вами теперь подстановку сделаю для городов точно так же как мы это делали сейчас в городах выбирается регион у меня у сотрудников будет выбираться город поле для хранения кода города у нас уже есть в таблице сотрудники а код города ввел форму я его не добавлял потому что мне не хочется вводить этот код вручную я его не помню наизусть мне лучше сразу сделать выпадающий список с названием города а код скрыть что я делаю уже знакомая вещь повторяюсь если я добавлю просто кон города в таблице это обычное поле и здесь получается обычное поле можно оставить в принципе она мне мешать не будет но я продублирую тот же самый код города используя элемент поле со списка выбрал его ставил суда и подстановка будет данных из другой таблицы а дальше я сейчас быстро пробегусь то что знакомые шаги все далее таблица города далее код и название города выбираю остальное обязательно далее сортировка по городу по алфавит и на газ далее вот так это будет выглядеть можно пошире сделать с адрес городом код который мы здесь используем он невидимый скрытый отлично в алфавитном списке и легче будет ориентироваться иду далее сохранить это в поле код города и далее ну какая комбинирую просто пишу город но обратить внимание на то что получится подпись я вижу город но привязаны так поле код города что здесь что здесь одинаково просто код будет скрыт для удобства работы но при этом реально он будет храниться и попадать в рабочую таблицу этот числовой код так есть отлично это добавлены новые поля и теперь я делаю следующий проверяю как это работает у меня никто из сотрудников еще не было указано где в каком регионе находится на я беру но какой-нибудь сотрудник вот здесь у меня мужчина код города не помню да и не надо открываю список городов листаю какой угодно город выбираю архангельск да пожалуйста вот его код или если не хотите листать список просто пишите вручную казани меня там было просто одна буквка казань 1 по алфавиту на букву к так вернусь назад вот она а можно а можно было бы выбрать течение другое например вот курск когда мне пришлось писать к у кубинка курганс курс вот пожалуйста сколько напечатал чтобы добраться до этого названия но это работает и список это у меня привязан таблицы значит появятся дополнительные города добавить их таблицу городов сюда они тоже будут включены получается вот такая картина пожалуйста открывайте список и ищите но согласитесь вот то что я сейчас сделал это не очень удобно потому что много городов список листаешь листаешь с ума сойти можно спрашивайте а нельзя ли сделать так я выбираю в начале регион а потом уже у меня этот список городов становится гораздо компактнее и меня легче будет из него выбрать соответствующий город вот как это сделать вот это как раз нестандартное решение просто выпадающий список мы организовали а вот сделать этот список зависящий от другого списка нам сейчас предстоит ну а прежде чем это делать я хочу показать какие основные поля какие основные свойства поля со списком сейчас задействованы а и они нам пригодятся как раз на следующем этапе значит маленькие вот этот выпадающий список у меня работать за счет следующих настроек если его выбрать и нажать в режиме конструктора кнопочку страницы свойств окошко сделаю побольше для этой страницы свойств здесь хорошо это различима то это свойства такие на закладке данные самое главное здесь первые два свойства данные это привязка к табличному полю код города то есть все что в списке выбираю сохраняется в это поле второе источник строк это небольшой и сколь запросе который говорит что меня интересуют такие-то поля из такой-то таблицы с такой-то сортировкой добраться до этого источник и строк и его отрегулировать можно нажимая в конце на кнопочку с многоточием и стоя зайти вот что я тому вижу код города поле город и сортировка по городу без вывода на экран скрытое поле сортировки окей это можно менять сами хорошо есть такой момент но остальные свойства уже относятся к внешнему виду к оформлению и поэтому в основном можно вот ученого качки макет смай ширину столбцов и прочие настройки которые здесь присутствуют так вот я собираюсь сделать здесь еще одно поле со списком для региона сделать так что он был связанным с городом по теории эти два поля будут между собой зависимы и в таблицах такие данные не принято хранить поэтому меня поле с регионом будет только для того чтобы было удобнее заполнять города хранится реально будет город а регион будет для организации фильтра городов а значит что я сделаю я сюда добавлю еще один элемент но он будет не связан с табличкой для хранения данных а только связан со справочником из которого подтягивается название регионов и на на отдельную сторонку отодвину это все так будет лучше это демонстрировать в код города ладно вообще не нужно вот здесь оставлю вот город а здесь я добавляю поле со списком что я делаю добавляю элемент поле со списком дополнительные из таблицы берутся данные далее таблицы регионы далее от регионы название и сокращение все возьму я так уже делаю один раз сделаю сортировку по как я делал сокращение а потом по названию региона далее вот так это будет отображаться на экране код региона пускай будет скрыт я их не помню наизусть так будет удобнее хорошо и наконец еще иду далее вот тут важный момент мне некуда это сохранять и не нужно это сохранять для табличных данных это будет поле запоминается форме для работы макроса я как раз то что я планировал делать запоминаем значение и далее называют регион готова у меня получились два поля со списком одно из них с регионом свободная то есть после того как я здесь делаю выбор это в таблицу никуда не сохраняется это только используется для того чтобы отфильтровать список городов и предполагается что это будет работать так я выбираю регион краснодарский край и здесь города только краснодарского края и не такой громадный список а гораздо меньше но сейчас список большой поэтому естественно неудобно я беру здесь архангельскую область и список городов только архангельской области они полной перечень который я сейчас здесь смотрю так а мне нравится кстати как он так раскрывается странно у меня и закрывает регион дайте-ка я размещу это тогда так регион пускай будет здесь а город будет тогда выбрал регион московская область и тут список только для московской области вот это вот то что я хотел бы сделать на нашем третьем этапе значит мы с вами поэтому рассмотрим зависимые выпадающие списки в форме что нужно будет сделать для того чтобы организовать зависимые списки первое нам нужно знать имена и первого и второго таких списочков так как их имена скорее всего стандартные по умолчанию совершенно не интересные мы их специально изменим так как нам будет удобнее назовем например список регионов и список городов хорошо это первое дальше затем нам потребуется изменить источник строк в котором вы сквель запросе надо будет прописать вот эту зависимость одного списка от другого это я покажу как сделать ну и наконец последняя эта зависимость не будет работать автоматически если у нас не будет небольшого внедренного макроса назначение домах за только в одном он будет в нужный момент обновлять соседний список если этого не сделать то нам придется обновление делать каждый раз вручную что очень напрягает и мы естественно не будем этим пользоваться всерьез здесь понадобится внедренный макрос но вот собственно вот это я и собираюсь делать начну с изменения имен полей со списка мне понадобится для того чтобы установить зависимость между вот этим и вот этим макушкам знать как они называются переключаясь в режим конструктора и здесь обратить внимание мне важно название не вот этих надписей или текст который здесь написан а как называется два данных элемента поле со списка выбираю первый из них правом щелчком команда свойства открылся окошко свойств и эта закладка другие свойства имя самое первое свойство стандартное название которое предлагает на мастер комбинированная 73 или какой-нибудь комбинированная 150 ни о чем не говорит и неудобно для дальнейшего использования я меняю на скажем вот такой вариант список регионов желательно без пробелов используйте название которое мы применяем в базе данных особенно дальнейшем для программирования для ссылок в других каких-то решениях она здесь название можно пробел но не рекомендуется я сделал так следующее не закрывая этого окошка свойств щелкаю по полю со списком код города вместо названия комбинированной 71 называю список городов это важно дело то что список городов будет зависеть от вот этого списка регионов свою очередь при работе с регионами когда вы выбирать другое значение у меня будет обновляться вот этот список городов поэтому два этих названия мне понадобятся в дальнейшем в макросе чтобы их не забыть я даже себе в блокнотик хочу их выписать а то мало ли сейчас заболтаюсь забуду кстати обратите внимание название поля со списком и название того поля который в таблице к нему привязано не обязательно совпадают это нормально совершенно это разные настройки данные код города а имя поля список городов окей этот шаг сделан теперь второй шаг смотрите я создаю SQL запрос для настройки источника строк в зависимом поле со списком код города это город город зависит от региона у меня была же планирована связь один регион много городов каждый город конкретному одному региону присоединен это как раз надо здесь указать что я делаю выбираю для поля со списком код города закладочку данные в окошке свойств источник строк вызываю построитель кнопочку с тремя точками открыл сюда мне нужно добавить дополнительную таблицу это делается так правый щелчок добавить таблицу или вот такая кнопка отобразить таблицу таблица с регионами вставил зачем она мне тут нужна ну во первых я хочу чтобы у меня было видно название региона в этом списке так интереснее я добавлю во вторых я хочу добавить код региона на который будет у меня как раз условия отбора распространяться но с кодом региона здесь безразлично можно из таблицы города можно из таблицы региона добавить они одинаковые там и там числовые значения знаете код региона возьму вот отсюда скажу а вот дальше самая интересная вещь мне надо написать ссылку на поле которое у меня как раз в таблице содержит этот код региона идея то какая в форме сотрудники я выбираю регион в одном окошке и здесь у меня идет фильтр по этому региону то есть если бы здесь было написано вот так вот код региона 50 смотрите чтобы я увидел если закрыть это окно с сохранением инструкции SQL в выпадающем списке я бы видел только города подмосковье пожалуйста список отфильтровался значительно меньше ну а если я хочу что у меня в зависимости от того что я тут выбрал ту или иную область меня вот здесь содержим мне надо в условии написать ссылку на вот это значение из этого окошка ну это я и делаю а значит мне нужно знать название формы название этого поля так вот название формы то я заранее не выписывал но это название у всех у нас одинаково форма была ранее создана называется форма сотрудники форм сотрудники отлично посмотрите как будет выглядеть условия отбора вызывая обратно окошко из которого ушел источник строк для поля со списком городов здесь вместо кода региона пишу выражение если хотите продублирую потом на доске покрупнее вот в этом блокноте то есть выражение будет иметь следующий вид я ссылаюсь на список форм это команда forms если в английской версии и формы если пишите по русски в русском после этого имя формы вот это формы сотрудники опять восклицательный знак после этого название нашего поля список регионов вот в русской или в английской версии у вас должно быть условия отбора вот такое можно впереди ставить знак равенства потому что мы ищем условия равенства но это не обязательно попробую равно слово формы есть подсказочка восклицательный знак форма сотрудники тоже вот она еще восклицательный знак и поле код а где у меня а список регионов список регионов вот оно ну вот последняя версия экзес дают такие подсказки нам а то что тут появились квадратные скобки это необязательные вещи если название не содержит пробелов а так полностью выражение это у нас будет иметь вот такой вид еще с квадратными скобочками каждое имя но и так и так работает отлично все это я закрываю но обратите внимание у меня теперь получается здесь следующие поля я вижу код города город регион код региона можно не показывать на экране скрытым сделать но три поля у меня будут рабочими если я хочу видеть кроме города еще название региона мне надо будет поменять одну настройку количество столбцов сейчас я это сделаю только я здесь заканчиваю это закрываю с сохранением инструкции SQL закрыть крестиком нажал я сохраняю инструкцию SQL и еще одну настройку поменяю у этой подстановки на закладке макет надо сказать что столбцов мне теперь будет не два а три первый имеет ширину ноль сантиметров это код города спрятанный второе название города можно делать как было ну например ровно четыре сантиметра и третий через точку запятой это название региона ну скажем еще четыре сантиметра общая ширина списка пускай будет у меня вручную введена восемь заголовки столбцов да список пускай сразу будет показывать двадцать строчек побольше немножко смотрю что получается а получается следующее у меня уже почти будет сейчас работать это все но я с нуля открою открываю форму сотрудники у меня отображается пока пустой регион пустой город этот сотрудник у него не заполнялись эти данные выбираю город а тут пусто почему регион не указан выбираю регион ленинградской области открываю город а тут пусто почему потому что этот список не обновился но нажмите обновить все и в следующий раз вы видите здесь пожалуйста два города из ленинградского региона а если я поменяю скажу нет мне Москва нужна тогда можно нажимать обновить можно клавишу F9 F9 вот он обновил список то есть получается каждый раз выбрал здесь другое название Пермский край сюда перешел а у меня все еще Москва F9 теперь Пермский край вот чтобы это само происходило когда я здесь выбрал новое название тут список обновился мне потребуется коротенький макрос в одно действие обновляем мне соседний список это как раз получается у меня будет здесь операция которая будет при изменении региона обновлять список городов что для этого нужно ну осталась буквально одна простая вещь создание внедренного макроса это программирование но настолько простое что мы действительно с ним легко справимся смотрите значит я выбираю в форме сотрудники конструктора окошко регион вот это поле со списком открываем свойства для программирования у нас в свойствах есть целая закладочка событий содержит перечень всех событий которые возникают при работе с этим полем со списком нам нужно выбрать такое которое будет как раз необходимо для запуска обновления ну что можно делать с этим списком открывать его закрывать менять там значение вот когда я меняю значение в этом списке и она сохраняется фиксируется это изменение вот в этот момент надо автоматом отфильтровать город обновлять его содержимое а поэтому то что мне необходимо сейчас здесь выбрать событие это будет событие после обновления это это возникает когда я здесь выбрал другое значение и это зафиксировалось вот сразу после этого тут список обновляется я в нем буду видеть уже автоматически города другого региона вот я выбираю поэтому события после обновления не путайте другие события здесь не очень подходящие для данного решения нажимая кнопочку поле вот это с многоточием запускается построитель я выбираю построитель макросов это будет создан внедренный макрос вы видите сами сейчас куда я попаду нажимая кнопку окей я провалюсь в окно конструктора макросов где вижу что я создаю макрос для формы сотрудники для списка городов после обновления стоп почему список городов список регионов вообще-то планировался так я закрою да я промахнулся извините это же надо для списка регионов хорошо что я обратил внимание на это заголовочек но это полезно как раз могли перепутать не в ту сторону сделать эту зависимость значит регион при обновлении при изменении обновляет список городов значит поле со списком регионов после обновления чик макросы окей да в форме сотрудники список регионов после обновления будет выполнять следующее действие команда обновления списка городов макро команда здесь используется под названием обновление можно просто писать это слово обновление аргумент аргументом является элемент под названием список городов я его название заранее запоминал если вы начнете здесь печатать слово список то увидите там у нас два таких названия всего список городов список регионов все вот это и есть макрос буквально в одно действие это больше чем достаточно закрываю данное окошко сохранение естественно посмотрите теперь видно что вот этот список регионов привязан к внедренному макросу решение готово и теперь пожалуйста наблюдая такую картину при работе с этой формой я выбираю Юлия у нас из Иркутской области открываю список пожалуйста регион Иркутская область здесь Ангарск Байкальск и так далее нет Юлия у меня из Ярославской области название там Ярославль Мышкин и так далее Ростов Великий нет она у меня из например откуда там была Ленинградской области вот он коротеньский список пожалуйста и таким образом это можно быстрее заполнять эта зависимость не ограничивается только одним шагом пожалуйста выбрали город дальше от него зависящий какой-нибудь список а например сотрудников там или еще кого-то чего-то там сделали да без проблем только у вас получается так главная и подчиненная это список из главной таблицы это из подчиненной таблицы в подчиненном списке ссылка на условия отбора по этому полю а в главном обновление вот этого окошка при изменении здесь варианта выбора как видите как видите все очень просто пожалуйста ну и так можно двигаться дальше к следующему сотруднику говорить а у него регион Карелия вот так он город а у этого сотрудника регион Башкортостан Уфа а у этого сотрудника выбираю там Московскую область какой-нибудь Дубна и так далее ну вот пожалуйста что мы в результате с вами можем сделать эту мысль конечно можно творчески развить но для этого у вас при желании будет возможность потом посмотреть еще запись этого вебинара а мой файлик с выполненным упражнением также будет доступен аналогично сможете с ним поработать ну а в заключении я могу еще одну вещь показать это опять-таки по желанию можно сделать так и эдак я потом верну правда свой вариант который сейчас но тем не менее список городов достаточно большой его приходится раскрывать и листать но если есть свободное место можно сделать его постоянно раскрытым списком вот здесь очень приятная команда не везде такая существует это поле со списком превращается в элемент раскрытый список буквально в один щелчок правый щелчок по полю переобразовать в элемент список изменить его размер побольше и смотрите что у меня получается регион тогда имеет смысл расположить вот здесь регион выбирайте Краснодарский край и видно список городов не надо его листать раскрывать или Архангельская область пожалуйста или Московская область или Тюмень вот у меня это наглядно работает но правда требует больше свободного места это уже не выпадающий список как заявлено у нас в теме нашего семинара а просто список раскрытый но он имеет свое преимущество в том что в нем сразу много всего видно и легко выбирать значение если по нему просто мышкой щепнуть а колесико мыши легко листает этот список далее так что а почему бы и нет можно остановиться на таком варианте но это уже смотрите сами я наверное верну как было либо можно сделать оба варианта но тогда придется мне делать это так копию этого элемента с другим названием естественно у меня получится это список городов это список городов назову два вот так этот список городов пускай у меня будет рядом с регионом а да вот все тут рядом расположу а этот я преобразую в элемент список единственное что мне нужно будет сделать его тоже надо обновлять будет раз я ему название изменил поэтому это обновление надо прописать в макросе ну последний раз загляну в этот макрос так 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 где мне свойства это это не тот макрос это вообще не макрос макрос у нас вот здесь так еще раз обновление список городов на все так ну что ж пожалуйста выбираю москва у меня здесь и здесь одно и то же только здесь надо раскрывать а тут уже раскрыто выбираю краснодар пожалуйста вот он здесь и здесь аналогичный список но я выбираю здесь какой-нибудь я не знаю геленджик это значение сохраняется и у меня и там и там дублируется хорошо я вижу тут вопрос от аллы хочу сразу на него ответить значит вы правильно поняли что выбранный нами код города в этом окошке или вот в этом окошке или вот здесь введенный вручную если я его помню наизусть сохраняется в таблице сотрудники регион действительно никуда не сохраняется почему а он мне нужен был только для удобства заполнения а так в таблице в нем нет необходимости в таблице сотрудники хранится только код города вы скажете а как же я выясню регион а очень просто у нас логическая связь один город привязан строго к своему одному региону других вариантов нету потом увидеть сотрудника и название города и регион в котором этот город расположен мы можем элементарно запросами ну или это делать не в запросе о а в каком-то отчете там форме но вообще говоря это как раз по теории и не нужно хранить дублирование таких данных в таблице поэтому форме это тоже не сохраняется а именно отображается для удобства заполнения это все верно вы правильно меня поняли ну а запрос такой сделать за две секунды беру вот так вот сотрудника его города и регионы связь то уже есть мы ее же запланировали заранее потом к фамилии имени сотрудника добавляю не код города отсюда а сразу название города регионы сокращения он мне все это в одном списке покажет ну правда только для тех сотрудников для которых я это заполнял для остальных пока данных нету поэтому они здесь не появились все пожалуйста запрос кто откуда у меня появится вот такая штука понятно ну что ж на этом я как раз как раз рассказал все что планировал в данном семинаре поэтому могу на этом остановиться в своем рассказе хочу сказать что об этом у нас подробно рассказывается в деталях на курсе XS второй третий уровень что-то даже частично из простых сегодняшних операций мы рассматриваем и на первом курсе ну а какие-то вещи конечно требует просто более детального рассмотрения потому что тема планирования связи проектирования таблиц и так далее это вообще разговор интересный серьезный и не на какие-то полтора часа ну что ж с вами был завьевов андрей если какие-то еще вопросы готов ответить сейчас либо пожалуйста можно кратко пообщаться по электронной почте ну и я на этом собственно прощаюсь спасибо за внимание спасибо что подключились сегодня участвовали в этом семинаре ускор ускор я не это ускор